Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня эстафету, скажем так, монетарной решительности у Федрезерва принимает уже Европейский Центральный Банк. В 12.15 по GMT ждем соседания ЦБ, ждем решения по ключевой процентной ставке и через полчаса после этого состоится традиционная пресс-конференция руководства ЦБ Кристин Лаган со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде прогнозов по инфляции, по экономическому росту и в виде повышенной волатильности для динамики европейской валюты. Мы евро очень долгое время не трогали, но сегодня, поскольку день располагает к тому, чтобы все-таки обратить внимание на этот инструмент, я предлагаю евро добавить в портфель и попробовать поспекулировать на идеи потенциального роста главного валютного риска, учитывая, что сегодня у нас есть возможность говорить о контрасте монетарных политик. Это наиболее вероятного сценария, при котором ЦБ повысит процентную ставку на 25 байсных пунктов до 4 процентов и уже известного факта того, что американский регулятор принял решение на текущем этапе взять паузу в текущем цикле денежно-кредитной политики. Контраст монетарных политик – это очень важная штука, друзья. И если эта идея сработает, то сегодня евро сможет сохранить восходящую динамику. По повестке экономического календаря, помимо того, что было сказано в отношении ЕЦБ, нас ждет еще порция макроэкономической статистики из США. В 12.30 по GMT – первичные заявки на пособие по безработице. Снова акцентирую внимание на этом релизе, учитывая, как интенсивно доллар реагировал на эту статистику в последние недели, особенно на прошлой неделе, когда мы увидели рост первичных заявок на 260 с небольшим тысяч. Если история повторится, то сегодня, опять же, точнее завтра на брифинге, мы коснемся темы американского рынка труда и, может быть, снова увидим в этой статистике признак продолжающегося охлаждения. Также еще ждет отчет по уроничным продажам, который потенциально может интереснее быть, чем первичные заявки на пособие по безработице. Я не ожидаю хороших цифр, поэтому полагаю, что после выхода этого релиза доллар может оказаться под дополнительным давлением. Давайте прям начнем с индекса доллара, который сейчас торгуется на отметке 102.85. Лоу вчерашнего дня был на уровне 102.23. Я очень рассчитывал на то, что американская валюта все же прорвется ниже поддержки 102 пункта и уже начнет претендовать на движение к долгосрочной цели 100 пунктов. Но, видимо, на это понадобится чуть больше времени. Напомню, что до заседания американского регулятора, точнее, до оглашения решения по процентной ставке, мы видели, как менялось рыночное настроение, рыночное позиционирование, как трейдеры, инвесторы быстро пересмотрели свои ожидания относительно уместности еще одного повышения ключевой процентной ставки. Поводом для этого выступили данные по инфляции, когда индекс потребительских цен просил до 4%. Это минимум с марта 2021 года. Кстати, после выхода данных по инфляции, во вторник в среду был опубликован релиз, то есть вчера, по индексу цен производителей, это промышленная инфляция. И здесь тоже сфиксировано значительное снижение с 2,3% до 1,1%. Базовый индекс цен производителей снизился с 3,1% до 2,8%. Я думаю, что после такой статистики, ну, прям уже не осталось сомневающихся в том, что работает текущая процентная ставка, поэтому можно на какой-то период времени, а может быть даже и навсегда, уже приостановить цикл повышения процентной ставки, завершить его, ну, хотя бы сейчас просто анонсом паузы. А там через какой-то период времени, может быть, дальше порассуждать и, возможно, уже признать, что повышения ставки уже более и не будет. В итоге вероятность повышения процентной ставки до заседания Федрезерва была в районе 3%, и ФРС не стал вносить какую-то смерть, не нужную на рынок, и дал то решение, которое всеми ожидалось. 5,25% ставка осталась на прежнем уровне. Что дальше? На данный момент прогноз конечной ставки показывает, что она может вырасти с 5,1%, это прежний прогноз, до 5,6%, что фактически подразумевает возможность еще двух повышения ставки. В этом году потом также прогнозируется снижение в 2024 году на 100 байсных пунктов. Я настолько вперед не смотрю и считаю, что ФРС вряд ли пойдет на дальнейшее уже точение монетарной политики, если будет и дальше фиксироваться спад инфляции. Но зачем, скажем так, повышать процентную ставку, если работает текущий уровень и проводимая политика уже довольно-таки эффективно. На пресс-конференции Павла мы услышали следующее. Честно говоря, ничего нового. То, что ФРС остается адаптивным, ФРС внимательно следит за макроэкономическими данными. У Федрезерва нет конкретного плана того, как должна меняться процентная ставка. ФРС смотрит на текущее экономические условия, текущее положение дел в экономике, текущие показатели по инфляции и принимает решение, что делать с уставкой непосредственно на самом заседании, вот в режиме реального времени. Американский регулятор признал то, что инфляция все еще выше цели. Ну, это понятно, мы можем сравнивать цифры и понимаем, что 4%, не 2%, да, она существенно выше. ФРС дал понять, что если ситуация ухудшится, он будет готов снова вернуться к задействованию всех инструментов, которые у него есть. И если ситуация ухудшится, ФРС признает необходимость дополнительного ужесточения монетарной политики. Ну, как под копирку, опять же, эта речь используется главами всех центральных банков сейчас. Мы слышали то же самое и от главы Резервного банка Австралии, и от главы Банка Канады, и от главы Резервного банка Новой Зеландии. И думаю, что сегодня мы то же самое услышим от Лагард. Но это всего лишь слова, на мой взгляд, это шум, который не будет иметь, по крайней мере, в текущих условиях ничего общего с реальными действиями. Поэтому я сторонник того, что ФРС пока что не признал, но, может быть, уже начал где-то там культивировать идею завершения текущего цикла монетарной политики. Если обстановка изменится, ну, мы будем тоже адаптироваться. Очень многое будет зависеть от следующего отчета по рынку труда, если те данные, которые выйдут по нон-фармам в начале июля покажут, что рынок труда по-прежнему стагнирует, то есть продолжит слабость прежнего отчета, то тогда лично моя уверенность в том, что ФРС уже не станет повышать подсветную ставку, станет еще выше. По золоту не достигли уровня, когда хотелось войти в сделку в 1920. Сегодня и до конца недели, в принципе, я еще эту отложку подержу. Может быть, удастся сработать на восстановление, на откате данного уровня. Британская валюта без изменений, 1,2640. Максимум был 1,2700. Вчера наша цель, напомню, долгосрочная 1,2800. То есть мы неплохо заработали на восходящем движении этого инструмента, но потенциал роста еще не исчерпан. Глава Бейли, Банк Англии, признал, что потребуются дополнительные действия от регулятора, чтобы стабилизировать инфляцию. Мы это тоже прекрасно знаем. Макроэкономическая статистика. Вчера снова как бы попутным ветром для фунта выступило. Показатели ВВП выросли на 0,2%. В прошлом месяце по сравнению с позаброшенным показателем минус 0,3%. В годовом выражении рост составил на 0,5%. Аналитики Сити первыми, мне кажется, из ведущих банков также обратили внимание на то, что Банку Англии, может быть, придется повысить ставку сразу на 50 байсных пунктов. Вот как раз то, о чем я говорю уже на протяжении более чем месяца. Ждем дальнейшего роста британской валюты. Рынок нефти пока без изменений. Есть и негативный момент. Это в виде китайской статистики слабы по промышленному производству и розничным продажам. Сегодня данные утром вышли. И есть позитивный момент. Это прогноз Международного аналитического агентства о том, что спрос на нефть в этом году вырастет на 2,4 миллиона баррелей. Это примерно до 102,3. Это рекордный показатель. А предложение, между тем, сокращается. В мае оно снизилось на 600 тысяч до 100.6 миллионов. На мой взгляд, прям дефицитом уже попахивает. Поэтому в данном случае я сохраняю длинные позиции. По австралийцу цель 0,68 достигли. Пока убираем на второй план эту рекомендацию и сделку. Точнее, эта сделка уже отработала. Если будут интересны уровни после, обязательно вернемся к австралийцу. И по евро. Текущей котировкой 1,0811. Сегодня ждем повышения процентной ставки. Лагард нам обещала, что будет тащить ставку вверх, пока инфляция не стабилизируется в районе 2%. Давайте поверим ей сегодня. И в качестве цели на текущую торговую сессию и до конца недели поставим метку 1,09. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!